когда же он слышала это при совокупил им притчу ибо он был близ иерусалима возле 9 глава луки 11 стих ибо они думали что скоро должно открыться царство божие открыться на земле вообще есть воля божья чтобы царство божье было на земле и она уже здесь я вам хочу сказать секрет а забегу наперед она уже здесь есть воля божья чтоб ты находился в царстве божьем воля божья чтобы я находился в царстве божьем скажи царство божье и она должна уже открыться открыться царство божье и так сказал Некоторый человек высокого рода отправляясь в далекую страну, чтобы получить себе царство и возвратиться, призвал 10 рабов своих и дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вселен за ним посольство и сказали, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился получить царство, велел призвать к себе рабов тех, которые дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел в его царство. Смотрите внимательно, я хочу, чтобы вы поняли, он дает указания еще не как царе, он получит царство. Но когда они начинают выполнять эту работу и работают, он приходит в тот момент, когда они не ожидают. Послушайте внимательно. Царство Божие – это не пища питье, праведность, мир, радость во Святом Духе. Царство Божие – это когда у тебя все хорошо, Бог тебя благословляет, Бог тебя наполняет твоей жизнью и все остальное. Но смотрите, интересно, Иисус проповедует о том, что Он должен пойти и что они должны Его будут принять снова. Я хочу о том говорить, что вы должны понять, что Он принять должен, мы должны принять Иисуса снова. Но если я не готов принимать Иисуса Христа, если я не готов исполнить, и я не исполнил то, что Он повелел мне, не будучи царем. Знаете, если бы это было сверхъестественно, указ какой-то, приказание, я бы это сделал. Но так как ты был никто, и твое имя никто, и ты не был для меня вообще кто-то, ты просто был Господин. Знаете, как они обращались к Иисусу? Господин. Они Его почитали, Господин. Вы знаете, уважение было, но это было уважение на уровне Господина. А Он не был Господь, Он не был Бог и не был царем. Когда они приняли Его как царя, они были уже должны исполнить то, что Он сказал. Направляясь в дальнюю страну, Он пришел и спрашивает. Расскажите мне, в чем вы были верны? В чем ваша верность? Интересная вещь. Иисус требует от нас верности. Верности тому, что Он дал нам как указание, как приказание, как указ, который еще не было для нас великим. О, если бы Господь это было сверхъестественно. А так нам пастырь сказал, служитель какой-то сказал. А, 19 глава. Я неправильно, да? 11 стих. И дальше. Не знает. Хорошо. И сказал, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был. Пришел первый раб, сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. Мне нравится вот этот 10, который принес. Знаете, этот человек, он находчивый. Находчивость его заключается в том, что он понимает, что я ничего не потеряю, если я буду исполнять. Я ничего не потеряю, если я исполню даже то, что он повелел мне. Вы знаете, некоторым говоришь, слушай, надо ходить в церковь. Кто еще потерял то, что он ходит в церковь постоянно, служение, воскресенье, по воскресеньям хотя бы? Никто. Наоборот, приобрели. Никто не потерял. Кто-то потерял что-то? Деньги, финансы, что-то? Никто не потерял. Смотрите, когда мы имеем и исполняем простые заповеди, которые он дал, не оставляйте, не оставляйте собрания вашего. Это простые вещи. Вот мина твоя принесла 10 мин. Он еще говорит, слушай, я не просто исполнил его, я приумножил и в 10 раз. Вообще, 10 – это то благословение, которое в полноте должно быть в нас, в нашей жизни, чтобы царствовать по-настоящему. Как минимум 10. Послушай внимательно. Я должен поставить себе минимум 10. 10 во всем. 10 – приумножение, благословение, потому что, вы знаете, когда Бог говорит о десятине, Он говорит, слушай, ты должен дать мне десятину, потому что умножение – это десятая часть. Умножение придет на десятую часть. Десять. Вот одна твоя мина принесла 10. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин. Тоже неплохо. Он исполнял, но он не был такой находчивый. Он не исполнял до конца, он не делал все до конца. У него что-то непорядок было, наверное, в семье, может, еще где-то непорядок был. У него беспорядок был в доме, но это не помешало ему царствовать. Слушай внимательно. Как правило, люди, которые умеют привести свою жизнь в порядок, то они приносят большой плод. Но если у тебя беспорядок вот здесь, ты не плодоносен. Если в твоей семье беспорядок, ты можешь быть плодоносен, но немного. Слушай внимательно. Надо привести все в порядок, всю свою жизнь, бизнес в порядок, свои мысли в порядок, все в порядок. Интересно дальше. Пришел третий. И сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернул в платок. У него вообще беспорядка даже не было. Он просто хранитель. Вы знаете, есть такие убийцы-хранители. Они убивают не только свой талант, они убивают все, к чему прикасаются. Они хоронят это. Послушайте внимательно. Как можно похоронить? Как можно похоронить? Это просто закопать в землю. Просто убить то, что Бог тебе доверил. Убить то дело, которое Бог доверил тебе. Каким образом? Банальным. Непослушанием. Он сказал, пусти в оборот. Когда мы послушны Богу, мы должны исполнить то, что Он сказал. Простые вещи, банальные вещи. И вы знаете, самое интересное. Если я должна быть послушна мужу, это я по отношению к жене говорю, то это просто послушна мужу. Это банальная вещь. Если муж должен любить свою жену, как свое тело, он должен любить ее. Всем своим сердцем. Всем разумением. Даже держаться за нее. Она жена, плоть от плоти, кровь от крови твоей. Мы одна плоть. И если мы не такие, послушайте внимательно, если у нас что-то непорядок, где-то непорядок, мы закапываем свои таланты. Мы думаем, что мы устроим свою жизнь. Мы обустраиваемся. Мы думаем, что Господин вдруг придет. Я сохраню свою праведность. Я сохраню свой талант, закопав его. Но Господин этот интересно говорит. «Ибо я боялся», раб говорит, «что ты, человек жестокий, берешь, чего не клал, жнешь, чего не сеял. Господин сказал, твоими устами буду судить тебя. Но Бог у нас добрый. Он так никому не скажет». Тишина. Скажет. Он козлов будет отделять по правую, овец по левую. Он вообще будет судить народ. Он судья. Послушайте внимательно. Если я понимаю, что Иисус – это судья, то я не хочу видеть Бога, который сидит на облачке и всех любит. Он судья. Он судья праведный. Я должен выполнить то дело, которое Он предназначил мне. Скажи, я должен выполнить. Иисус приближается к Иерусалиму. Я не просто начал с этого. Он приближается к месту своей казни, к месту исполнения той воли, которую Он предназначил Ему. Отец предназначил Ему. Он идет, и Он говорит, слушайте, я еще не Господин, но Я буду давать вам указания. Вы знаете, у некоторых еще Иисус не воцарился здесь. У некоторых в голове Иисус не является царем. Он просто Господь. Вы просто пришли к Господу, и вы не слышите Его голоса, но вам надо научиться слушаться Его и быть послушными хотя бы Писанию, что Он сказал. Слушай, не оставляй собрания Вашего, поклоняйся Ему, служи Ему, прославляй Его, делай то, что ты можешь. О, ты можешь свидетельствовать. Слава Богу. Смотри внимательно. Он говорит, ибо Я боялся, Господин, что ты такой? Я боялся тебя, потому что ты, человек жестокий, берешь, чего не клал, жнешь, чего не сеял. Твоими устами буду судить тебя. Лукавый и в другом месте сказано, ленивый, а тут просто лукавый. Что такое лукавство? Это обман. По сути дела, я хочу и ищу удобного места. Я искал для себя удобства. Я не хотел работать. Я не хотел трудиться. Я не хотел делать то, что мне не хочется, то, что мне не нравится. Я хочу делать то, что мне нравится. Это живет так мир этот. Чем он отличается от мира? Сохранил это все? Ничем. Послушай внимательно. Бог избрал нас для своей славы. Он избрал для того, чтобы мы несли эту славу и чтобы эта слава, она продлевалась. Если ты закопала это, послушай внимательно, каким бы образом ты мне не рассказывал, что у тебя все в порядке, все хорошо, у тебя хорошая жизнь. Слушай, у него тоже была хорошая жизнь, и он сидел на сокровищнице. Только закопанном сокровище. Деньги были, жизнь была хороша, но сокровища были. Послушай, а это даже не его было. Я дал тебе, чтобы ты пустил в оборот. Вы знаете, многим Бог дает просто так. И они говорят, это я сам, это я сверхъестественным образом так получил, откровение от Бога. Я не получил сверхъестественное. Я знаю это. Я знаю, что Бог мне дал все. Я им хвалюсь. Я, ну, сверхъестественно, конечно, но я не говорю, что я сам достиг чего-то. Некоторые горды в этом, что даже имеют. я же не такой, как вот этих семь человек, которые выгнали вообще. Вообще пришли три длина отчет. Заметили? А семь человек вообще не пришло. Они вообще выбросили свой талант. Я знаю, что процент церкви два служат, восемь. Один закопал, а семь вообще думают, да, ладно, что-то пастор говорит, ерунду. Евангелизация. Какая там евангелизация? Зачем она нужна? Но у нас не такая церковь. Правда? У нас особенная церковь. Мы все служим. Смотрите, почему я об этом говорю? Для чего ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я пришедший получил его с прибылью? Кому в оборот? Тем, которые могут это делать. Тебя могут использовать, но ты не хочешь. Ты горд. Знаешь, кто не хочет, чтобы его использовали? Он пользуется моими уси. Он пользуется... Послушай, если ты не можешь свою мину вложить куда-то, пускай кто-то хоть попользуется тобой. Если ты закопал ее, гордец, он не просто лукавый, он еще и гордый. Вы знаете, я вам хочу сказать, что если твое служение, оно приобретает то, что говорит Господь, приобретает ему царство, даже если ты в обороте чем-то, даже если ты за кем-то идешь, исследуешь, послушай внимательно, ты не останешься без плода. дай в оборот. Гордец, хватит ныть, что у тебя ныщет. Пусти это в оборот. Что-то я разошелся. Смотрите внимательно. Господь говорит ему, лукавый, ленивый раб, тебе нужно было сделать вот так. Он даже ему рассказывает, что он не сделал, что он мог сделать, но он не сделал. Почему он ему вообще это говорит? Я буду судить тебя по твоей гордине. мной пользуется. Да пускай их попользуется чуть-чуть. Слушай внимательно. Если ты такой, пускай ты не достигнешь результата, если не станешь солдатом. Ты не будешь генералом, если не станешь им солдатом. Ты не достигнешь благословения, если ты не начнешь с самого начала. Вы знаете, мне нравится в шахматах пешка, она имеет такую способность, она становится, когда дойдет до конца. Ферзь. Король. Почти король. Но она круче, чем король. Она всех бьет. она всеми управляет. На доске она самая солидная фигура. Правда, странно. Но если она не будет идти исследовать, она никогда не станет. Вы знаете, часто мы в нашей жизни мы хотим, сидя на месте, получить все благословения. Ну, Бог добрый, благой. Для того, чтобы тебя выпустили на свободу, надо быть рабом. Год 50-й, юбилейный. Это когда я послушен чему-то, повинуюсь чему-то. Я не смогу быть благословением для других людей. если я... Слушай внимательно. Это я для детей говорю. Дети, здесь есть дети? Поднимите руку. А ты что, не ребенок, дорогая? Мы имеем родителей. У вас есть родители живые? Поднимите руку. Поднимите руку, у кого родители есть. Аллилуйя! Вы дети! Библия говорит, почитай отца и мать. Знаешь, что такое почтение? Это ухаживать, заботиться, любить, думать о ней. И это не все. Благословение Божие, когда ты почитаешь их, в тот момент, Бог тебя благословляет, Бог тебя благословляет здесь на земле. Это заповедь с обетованием на земле, она работает. Как намного работает то, что от Небесного Отца Он хочет дать тебе царство. Я хочу, чтобы ты понял меня. И Иисус дает царство. Десять городов, пять городов, а тому, кто был лукавый, ленивый и гордый, ничего не дал. Он поставил его на замечание и сказал, слушай, я с такими не имею дела. Я не общаюсь с такими. Хотя я общался с тобой, когда был господином, но теперь я царь. Я не имею ничего общего с теми, которые ничего не делают, не трудятся в царстве. Скажи, я должен трудиться, я должен делать и выполнять то дело, ради которого Он пришел на эту землю. Иисус пришел взять свое царство. Слушай внимательно еще раз. Я повторюсь, Иисус пришел взять царство, унаследовать царство. И Он пришел в мое сердце, и для тебя Он пришел в твое сердце, чтобы унаследовать царство, через тебя принять это царство. Ты должен принять Иисуса как царя. Если ты примешь как царя, ты будешь царствовать. я хочу чтобы царствовали в своих домах у вас есть власть царствовать но из-за того что мы не делаем простых вещей то что он определил для нас мы рабы мы делаем все живем как все давайте откроем другую другую местописание 20 глава луки тоже и мы прочтем это я еще не дошел до того откровения я извиняюсь конечно но у меня есть откровение еще для вас в один из тех дней когда он учил в храме и благовествовал приступили бы предосвященники и книжники со старейшинами и и сказали ему скажи нам какой властью ты это делаешь и всегда интересовало откуда он пришел как некоторых интересуют кто имеет право мне говорить в мою жизнь что мне делать кроме бога не гордыня ли это гордость фарисея какой властью ты изгоняешь бесов говоришь вот эти слова делаешь свои дела ты даже не царь еще ты не царь мы читаем евангелие и мы хотим чтобы он воцарился в нас и мы не хотим чтобы он царствовал царствовал это противоположные вещи он хочет царствовать по-настоящему царствовать он хочет чтобы его власть распространилась через тебя власть его распространяется через исполнение его слова простых вещей простых вещей кто из вас понимает о чем я говорю поднимите руку а кто не понимает теперь поднимите руку твоя власть распространиться может согласно того что ты делаешь власти иисуса христа и он и самое интересное иисус требующим власти он говорил интересное слово он сказал если бы вы знали мою власть то вы не убили иоанна он говорит об иоанне он спрашивает какая власть от иоанна а какую властью иоанна ты делал и фарисеи испугались знаете чего они испугались народа людей потому что они знали что в иоанне власть была от бога потому что люди шли за иоанном потому что на нем был дух божий на нем была сила божия на нем было помазание божие это что иоанн говорил это было сильно послушай внимательно то что говорит иисус твою жизнь она всегда си она всегда работает она не похожа ни на что что говорили тебе раньше не что говорят тебе другие люди и он говорится властью имеющий если я слушаю проповедь и там нету власти там нету иисуса послушай внимательно проповедь она всегда говорится во власти власть освобождя благословляет давать тебе поручения изменять какой властью ты делаешь я хочу чтобы ты имел эту власть и он говорит я поставил тебя царем я тебя поставил священником чтобы вы царствовали вы роты избраны царственное священство народ святой люди взятые в дел дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы чудный свой слушай внимательно кто я такой я избран я призван я не хочу остаться в тех семи человеках я не хочу быть в тех семи которые ничего не делают суетятся думают и ничего не приносит а теперь дальше давайте откроем первое царство теперь я буду говорить об откровении я подошел к нему эта подготовка была первое царство аллилуйя мне нравится с первой главы первое царство был один муж с горы ефрема имя его елкана сын ерехаима илья сын тоху сын софа ефрофи пьянина у него было две жены одна она другая финана там можно было еще двужон многоженство было это такое у финаны были дети а у анны не было детей мне нравится у одной вроде есть благословение а у второй нет но посмотрите томление духа не у той у которой все как бы хорошо с семейной стороны потому что муж очень любил анну муж очень любил анну и он все лучшее давал анне у нее лучшая одежда была она от финаны отличалась всегда внешностью красотой все проходили вот эта любимая жена это так там сзади идет но у нее куча детей у нее на благословенно и она она не была довольна и удовлетворена хотя она имеет благословение потому что она живет в народе в котором благословение рожать детей плодоносит потому что бог заповедовал плодитесь и размножайтесь и она хочет чтобы с нее ушло это проклятие слушайте внимательно кто по-настоящему плодоносит не тот который думает что он плодоносит а тот который жаждет делает все и вы знаете самое интересное она делала все правильно я не буду проповедовать кого о том как она родила и что она произвела потому что она произвела самого-самого великого я хочу говорить об Анне Анна это удивительный человек она приходила в Иерусалим и там где женщины показывали какие они прекрасные какие они богатые они бросали жертвы это был знаете съезд модниц любимых жен благословенных людей знаете как в церковь приходят вот этот о, аллилуйя, слава богу на нем помазание она приходила туда плачущей все время она приходила в то место со слезами она приходила и плакала рыдала для того чтобы она приходила для приношения жертвы и не хотела о, не в Иерусалиме я извиняюсь это было еще и не в Иерусалиме это был в общем селаам там где поклонялись Богу там где был пророк и там Господь говорил в Скинии Господь обращался в Скинии смотрите это было благословенное место и это было место где съезжался весь Бамонт она там не находила себе удовольствия почему? потому что она была бесплодна скажи я если удовлетворен всем и у меня все хорошо я никогда не получу от Бога в том даже святом месте правда я не получу этого где Он дает выдает все но если я нуждаюсь и жажду я получу для того чтобы быть плодоносным первое нужно хотеть хотеть до такой степени не чтобы рассказывать какой ты чего ты достиг мне не интересно чего мы достигли мне интересно чего я хочу насколько я хочу быть плодоносным слушай внимательно я хочу быть плодоносным я хочу быть как иметь то же что и есть у Анны вы знаете когда она обрадовалась по сути дела она своего ребенка потом отдала Бог ее благословил большим она отдала на служение Богу она вообще любила Бога всем 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 что у нее есть даже своим ребенком она пожертвовала ради того что она любила Бога насколько ты любишь Бога это твоя жертва насколько ты жертвуешь своей жизнью для Него слушай внимательно твоя жизнь насколько велика и когда ее священник выгоняет из храма из-за того что она заплаканная знаете что она не уходит оттуда некоторым просто не подай руки не поздоровайся он в церковь больше не придет ой там нет любви он вообще знаете что сказал эй алкоголичка иди проспись я бы в такую церковь больше не пришел кто-то думает но если ты по-настоящему жаждешь если по-настоящему хочешь тебе будет все равно что где ты даешь свой дар у тебя есть что-то в твоем сердце и это только одно жажда исполнит его слово а его слово он говорит слушай если ты пришел на эту землю ты должен быть плодоносим я должен быть плодоносим если я не плодоносим духовно физически если я удовлетворен я в лучшем месте могу находиться слушай лучше проповеди слушать но я пустой ничего не имею Анна не была пустой Анна была пустая может внутри но она жаждала так Бога жаждала исполнить его слово что бы это ей не стоило ей даже лучшее все отдавали ей у нее было все лучше но она этим не удовлетворена была слушай если ты удовлетворен твоей жизнью я тебе хочу сказать слушай ты не исполнил того что Бог тебе предназначил его царство внутри тебя царство его пришло на эту землю ты провозгласил его царем в своей жизни он хочет дать царство когда Иисус объявляет своим ученикам и он говорит не бойся малое стадо Господь благоволил вам дать царство он хочет вам дать царство приняли ли вы это царство Павел пишет по новому посланию он говорит ой если бы вы на самом деле царствовали потому что царство которое вы думаете оно приходит от финансов а он говорит о царстве которое приходит от власти которую ты имеешь и получил и принял от него исполняя его слово насколько ты жаждешь Бога насколько ты желаешь его всем своим сердцем Анна она была жаждущим человеком жаждущим человеком чтобы получить то благословение вы знаете что исцеление это твое благословение. Освобождение это твое благословение. Финансовое благословение это твое благословение. Но послушай внимательно. Для чего это тебе нужно? Она все отдала. Я хочу быть благословенным. Я хочу во всем иметь благословение для того, чтобы Иисус получил во всем его царство, чтобы пришло. Вы знаете, это все равно, что те, которые принесли 10 мин и 5 мин, они приходят и говорят, царь пришел, аллилуйя. Послушай внимательно, чем больше ты получил, тем больше прославился царь. Оказывается, я должен быть плодоносен, я должен в своей утробе быть плодоносен. И если ты говоришь, ой, я не слышал, слушай, тогда послушай внимательно, отдай в оборот. У этой женщины ничего не было. Знаете, что она? Она разговаривает со священником. Давайте прочтем, я хочу, чтобы вы услышали это. И была она в скорби души. 10 стихи молилась Господу, горько плакала. И дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь мне, дашь рабе твоей, спасибо большое, дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его. И бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илли смотрел на уста ее. Он был жирный, очень жирный. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса его, то Илли счел ее пьяной. По наружности. Слушай внимательно, я не знаю, насколько ты плодоносен, я не знаю, насколько ты жаждешь, я не могу судить тебя. Но кому-то я говорю это слово сегодня. может, я тот Илли жирный, но сегодня Господь определил говорить через меня, тебе, в твою жизнь. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса его, то Илли счел ее пьяной. И сказал Илли, да коли ты будешь пьяной, ты приходишь сюда, и пьяная постоянно. Сколько раз я вижу тебя, ты всегда такая. И я не знаю, ты всегда такая. Я наблюдаю за тобой. И она признается, не выгоняй меня. Я не пьяна. Вы знаете, она не обиделась даже на то, что он сказал ей. Нет, господин мой, я жена, скорбящая доком. Вина и секеры не пила, но изливаю душу мою пред Богом. Не считай рабы твои, негодной женщин. Ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорил это сели. А теперь задам вопрос. Какая у вас скорбь? Вы скорбите по тому делу, которое вы не исполнили перед Богом? Иисус говорит, как желаю и как томлюсь, пока это свершится. Томишься ли ты по исполнению воли Божьей в своей жизни? Что у тебя является основополагающим и основным, главным твоей жизни? Исполнение его воли. Смотри, смотри. И отвечал Илья и сказал, иди с миром, и Бог Израиль исполнит прошение твое, что бы ты ни просила у него. Он даже не знает, о чем он просит, но он пророчествует ей, что Царство Божье пришло в твою жизнь, если ты... Слушай внимательно, я говорю о Царстве. Я еще раз говорю о Царстве. Некоторые не имеют внутри мира и некоторые не могут иметь мира. Библия говорит, что мир Божий приходит к тем, которые ищут его воли и исполнение его воли. Если ты возжаждешь исполнять его волю, твоя жизнь изменится. Я не говорю о том, что ты получил новую машину, новый мобильный телефон, исполняй его волю, начни исполнять его волю. Радость от приобретения чего-то не изменит и не должна изменить тебе ту жажду. Смотрите, у меня же все есть, а мне ничего за этого нет. Говорила Финан Аня. Но Анна была благословена. Любима и благословена. И со временем она стала еще благословеннее, потому что она жаждала Бога, исполнения его воли, потому что это было волей Божьей для ее жизни. Не из-за того, что ее оскорбляли, ее обижали. Ей было тяжело, конечно, из-за этого, но она могла на все психологической стороны посмотреть и сказать, так, все равно я, я самая лучшая, самая крутая. Но Анна не могла этого. У нее был хороший психолог, муж. Он говорил ей, не лучше ли я десятерых сыновей тебе? Но она говорит, нет, я хочу исполнить волю Божью. Если в твоей жизни ты прибегаешь к манипуляциям со своим сознанием для того, чтобы не исполнять волю Божью, то ты просто поддался искушению, которое сказал дьявол. Слушай, а может и не надо, а может и... Зачем царствовать? Но Бог избрал тебя для царства. Я избрал для царства, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал. между тем, как она долго молилась пред Господом, мне нравится. И Илья сказала, иди с мир. Бог исполнит прошение твое. Я заканчиваю на это. Насколько ты жаждешь исполнения воли Божьей? Насколько у тебя желание есть исполнить то, для чего Бог призвал тебя? В церковь, в служение или еще куда-то? Я хочу оказаться тем, который принесет 10, 5, или тот, который закопал, или тот, который вообще не пришел на праздник Господина. Вы знаете, Библия очень много говорит, Иисус очень много говорит, не всякий говорящий мне Господи, Господи, войдет, но исполняющий скажи, волю Отца Моего Небесного. Он благоволит дать тебе Царство, но на Царство нужно потрудиться. трудиться. Если ты не хочешь трудиться на Царство, на благо Царства Божьего, слушай внимательно. Если у тебя нету этой боли, этого желания, этой молитвы, поста за Царство Божие, за то, что у тебя еще не родилось, и может, даже нет, если у тебя нету желания исполнить волю Божью, то может, надо пересмотреть свое христианство вообще, может, тебе в другую религию податься, потому что Иисус придет, и Он придет дать Царство. У Кришнаи-то все в порядке, у них не надо Царство достигать, у них нирвана, у них ничего делать не надо вообще. в гармонии с цветами жить. Я не говорю о том, что я выгоняю вас из церкви, но я понимаю, что если я не плодоносен сейчас, и если я не хочу быть плодоносен, и у меня нет жажды, то придет Иисус, я не изменю вас, как бы я ни старался. Он все равно вас выгонит во тьму внешнюю, лукавый и ленивый раб. лукавство, лень и гордость. Гордость, знаете, что не дает возможности дать свой талант кому-либо, вложить в кого-либо. Вы талантливы, у вас есть столько таланта, но они погибают, не используют, потому что гордыня не дает. я такой умный, но никому не нужный. Я такой грамотный, но скоро придет Иисус. Что я буду делать? Я задаюсь этим вопросом. Может, пора возжаждать его? Может, пора сказать ему, Господь, вот я, сделай то, что ты хочешь во мне, вот я, измени мою жизнь, вот я, я хочу родить то, что ты вложишь в меня. А знаете, что он вкладывает в вас? Хорошую семью, благословенный дом, служение. А самое основное, послушайте, 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 я вам хочу сказать, идите и приносите плод, и плод в вас должен пребывать. Но плоды, знаете, есть один плод, который пребывает, и Библия говорит, мы понесем этот плод на небо, приобретая людей. Сколько мы приобрели? Плодоносность заключается в приобретении. Приобретение. О, даже если ты его не воспитываешь, но послушай, ты приобрел. Вот твой талант. Мне нравится, о ком мы ревнуем и о чем мы ревнуем. Кого мы привозим и о ком мы заботимся, чтобы они были с нами, чтобы они жаждали Бога, так же, как и мы. О ком мы заботимся, кто родился через вас? Иисус, я вынашивал вас, Он говорит. Он говорит, Павел, я вынашивал, я носил вас, я заботился о вас. Вы знаете, часто мы должны понять в своей жизни, что плодоносность заключается в том, что мы со временем становимся теми людьми, которым Бог доверяет что-то. Он хочет дать тебе царство, чтобы ты по-настоящему царство приобретал людей. Но для этого надо хотя бы пожелать это. О, я не говорю о всех, некоторые здесь такие сейчас рьяные, горящие, я говорю о тех, которые потушены чуть-чуть, сами потухли. Не захотели? Как хочется, чтобы Иисус дал вам снова это царство. Вы возвратились в это царство, потому что, знаете, уже обыденная жизнь с Иисусом Христом. Да нету с Ним обыденной жизни. С Ним всегда приключения. Ну, по крайней мере, я так читаю, у Павла было. Не расскажу про свою жизнь. Но у каждого будут приключения. Хочу, чтобы у вас были приключения, которые не чужды всем. С Ним весело, радостно, мир и правильный. И Он дает власть. Какой властью ты это делаешь? Не ваше дело знать. Если вы и не поняли, так не ваше дело знать. Какую властью ты говоришь к нам, не ваше дело это знать. Слушай внимательно. потому что власть у Бога существует. Если ты не понял о власти Божьей своей жизни, значит, ты не можешь ничего понять до конца. Власть упразднится только тогда, когда Он придет на небо и поклонится пред Отцом. Власти не будет. тогда мы будем все одинаковы. Власти есть. Вот поэтому дьявол имеет возможность и власть над некоторыми, даже верующими. Потому что они не почитают власть. Они не во власти. Вы знаете, Бог не изменяется. Бог нету в Нем тени перемен. Но когда все разрушится, уже нечему меняться. Тогда власти не будет. Пока это существует, власть существует. Хочу вам сказать снова, власть существует. Если для вас это новость, то фарисеи правильно спрашивали, откуда это у него власть? Они задавались вопросом, но они не жаждали это. Я хочу, чтобы ты возжаждал этой власти, потому что Царство Божие в силе, оно приходит в силе, и оно дает тебе власть. Скажи, Царство Божие. Сегодня у нас причастие, у нас есть возможность пересмотреть, но я перед этим задам вопрос. Некоторым людям надо покаяться. Давайте встань. я не говорю, я не говорю, что вам надо признать, что вы нуждаетесь. Я говорю о том, что вы нуждаетесь в Иисусе. Некоторым надо заново переосмыслить свою жизнь. Некоторым надо сказать, Господь, прости меня, я грешен. и с этого момента, чтобы наступили перемены, с этого момента, чтобы все изменилось, возьми меня, делай то, что ты хочешь. Я пускаю себя в оборот. Я знаю, что ты умер за меня на кресте. Он умер за тебя. Если ты желаешь, я буду молиться вместе с тобой. Выходи сюда. Выходи. Субтитры .